Итак, мы уже к этому моменту рассмотрели различные средства межпроцессного взаимодействия, но и сегодня я постараюсь относительно кратко разобрать еще некоторые средства межпроцессного взаимодействия, чтобы составить такую общую картину, чего там у нас вообще бывает и как этим примерно пользоваться. Что мы с вами рассмотрели? У нас есть вообще общая файловая система, которая общая для всех процессов. Ну, опять-таки, мы можем там процессы донастраивать и процессы загонять в некоторые песочницы, ограничивая им доступ к файловой системе, но в целом мы будем полагать, что файловая система у всех процессов одна и та же. Ну и, соответственно, у нас есть и каталоги, которые могут рассматриваться как общие ресурсы, ну и файлы, которые мы можем рассматривать как общие ресурсы. То есть несколько процессов могут в них записывать, считывать и таким образом обмениваться информацией друг с другом. Создавая разнообразные блокировки или там добавляя файлы с именами разными специфичными, процессы могут передавать, делать очереди каких-то там файлов на обработку, передавать их друг к другу, и таким образом работать даже не увлекая другие средства межпроцессного взаимодействия. А сюда же, в общем-то, к взаимодействиям и межпроцессам, и процессам системы относятся разнообразные блочные символьные устройства, такие специфичные, как всякие дифналы, дифрендумы, сидеромы и так далее. Ну, это не совсем межпроцессное взаимодействие, но тем не менее. А мы с вами рассмотрели разделяемую память, то есть память, которую мы можем создавать с помощью mMap, отображение файла в память, и тогда параллельно работающие процессы могут вообще каждое свое адресное пространство отобразить файлы и работать с ними с той скоростью, с которой они работают с файлами. Отображение может быть именованным, может быть анонимным, в зависимости от этого у нас будут много разных нюансов параллельной обработки. Мы с вами рассмотрели уже, собственно, такие уже специальные средства для взаимодействия, как pipe или неименованный канал. FIFO или именованный канал сокет, с помощью которого можно задействовать и в рамках одной системы, и по сети. С вами рассмотрели сигналы. Что еще тогда нам нужно рассмотреть, чтобы составить такую более полную картину о том, что у нас есть, ну, более-менее в любой операционной системе, включая даже Windows, ну, и, естественно, есть в OSIX-ориентированных операционных системах, ну, и есть в Linux. В том числе. Я еще раз здесь сейчас расскажу о некоторых Linux-специфичных средствах межпроцессного взаимодействия, тем не менее, которые мне кажутся полезными для использования, которые дают какие-то преимущества по сравнению с тем, что у нас есть в стандарте POSIX. Первое, из чего хочется сказать, это таймеры. Ну, процесс, особенно если это какой-то серверный процесс, особенно если какой-то процесс, так или иначе, привязанный к событиям из реального мира, очень часто требует для своей работы отчета разнообразных временных интервалов. Он, с одной стороны, может в процессе своей работы отчитывать, то есть каждый раз замерять текущее время с помощью системного вызова get time of day, и исходя из текущего времени, из каких-то своих внутренних очередей, внутренних отчетов, планировать свое поведение, например, там запускать отложенные задачи на выполнение. Но он может использовать и таймеры, то есть планировать свое пробуждение, условно говоря, через какой-то заданный интервал времени или к заданному календарному времени. Соответственно, задача таймера в том, чтобы отмерить либо однократно, либо многократно некоторый заданный интервал времени и как-то уведомить процесс. У нас есть два самых простых системных вызова – это alarm и ualarm. Соответственно, alarm передается интервал тайм-аут в секундах. Ualarm ему придается тайм-аут в микросекундах. И когда это время, это реальное время истекает, то срабатывает процессу отправлять сигнал сигнал alarm, который он ввольно любым способом обработать и, соответственно, при обработке понять, как-то работать дальше. Как я сказал, alarm и ualarm работают именно в реальном времени, и поэтому сигнал называется сигнал alarm. Ну и тут можно сказать несколько слов о точности. То есть понятно, что если вы ставите таймер, например, на одну секунду, раньше, чем через одну секунду, он не сработает, и к вам сигнал 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 alarm не придет. То есть гарантируется, что срабатывание таймера случится не раньше. А вот насколько позже случится срабатывание таймера, тут особых гарантий нет. Ну там разумное время ожидания какие-нибудь миллисекунды или микросекунды, десятки микросекунд, скорее всего, даже будет меньше миллисекунды. Но прямо вот таких гарантий, что гарантированно, что таймер вам сработает, допустим, через одну микросекунду, обычная операционная система, то есть операционная система нереального времени вам не дает. В зависимости от загрузки процессора, от какого-то там наличия очереди процессов на выполнение, от каких-то внутренней логики обработки ядра, соответственно, таймер может сработать чуть позже, чем вы его запрограммировали. И, как я сказал уже, задержки могут доходить до сотен микросекунд, в общем-то, позже, чем запланировали. То есть прямо вот микросекундную точность вам, скорее всего, таймер не гарантирует. И есть, помимо вот таких простейших alarm и U-alarмов, есть более точный, более развитый инструмент интервальных таймеров, с которым мы можем манипулировать с помощью системных вызовов set-i-таймер и get-i-таймер, который нам позволяет устанавливать таймауты, включая периодические таймауты, потому что, например, точнее, правильно бы сказать, периодические таймеры, потому что, например, тот же alarm позволяет установить таймер только один раз. Соответственно, set-i-таймер и get-i-таймеры позволяют установить периодические таймеры на один из трех отсчетов времени. У нас с каждым работающим процессом есть ассоциировано, скажем так, три счетчика времени. Первый счетчик времени, который задается константой i-timer real, это обычное реальное время, оно общее для всех процессов, даже если процесс не работает, то реальное время для него идет. То есть процесс заснул, кого-нибудь паузом или с экзаспентом, или вейтом, чем угодно, для него его виртуальное время прекратило течь, а реальное время продолжается. Вот реальное время – это i-timer real, срабатывающий через одно реальное время. i-timer virtual – это виртуальное время, это, то есть, приватные часы каждого процесса, которые отсчитывают время в рамках данного процесса, то есть они сбрасываются, когда процесс запускается, ну и там в зависимости от того, сколько процесс реально проработал на процессоре, они увеличиваются. Соответственно, если процесс заснул и больше процессор не занимает, то для него виртуальное время прекращает течь и до тех пор, пока он не проснется. То есть, в общем-то, i-timer virtual – это как раз получается расчетное время, которое процесс потратил в разных расчетах. То есть, если у него какая-то счетная задача, он хочет ограничить время процессорных расчетов, то здесь правильно использовать виртуальный таймер, а не реальный, потому что, ну, понятно, что в силу того, что процессор, ну, процесс может время от времени сниматься с выполнения, в силу переключения на другие задачи, виртуальное время будет течь чуть медленнее, чем реальное время. Ну, либо чуть медленнее, либо существенно медленнее, чем реальное время. И третий таймер, он имеет специфичное назначение, это i-timer prof, он используется для профилирования, там, утилита gprof, например, или если мы компилируем программу с опциями минус pg для профилирования, чтобы определить горячие точки нашей программы, они будут использовать профилировочный таймер. А смысл такого вот профилирования, ну, там, если пару слов сказать, что профилирование с помощью сэмплинга, так называемого, то есть периодически срабатывает вот этот вот профилировочный таймер, и утилита профилирования, которая вкомпилирована в выполняющуюся программу, ну, часть, точнее, библиотека профилирования, которая вкомпилирована в выполняющуюся программу, запоминает, в какой точке программы в этот момент находилась, собственно, эта программа. Итак, вот мы, по сути, сэмплим, где в момент срабатывания профилировочного таймера у нас находилось выполнение. И потом, агрегируя эту информацию, мы можем находить самые горячие точки, то есть там, где у нас та функция, где у нас наибольшее количество сэмплов профилировочного таймера в нее попало. Это такой классический способ профилирования с помощью сэмпля. Его можно реализовывать, в частности, с таймером iTimerPro. Механизм таймеров позволяет задавать как разовые срабатывания таймеров, так и повторные срабатывания таймеров. Поэтому некоторая структура, которая задает параметры таймера, она содержит два поля отсчета времени. Это интервал и value. И t-value – это, собственно, первый интервал, то есть от запуска таймера до первого срабатывания. Если мы его ставим не нулевым, а iT-интервал ставим нулевым, то это будет однократное срабатывание таймера. И параметры iT-интервал – это все срабатывания начинаются со второго и последующего. То есть между запуском таймера и первым срабатыванием проходит время iT-value, а дальше между первым срабатыванием вторым, между вторым и третьим, между третьим и четвертым будет проходить время iT-интервал, если оно не нулевое. Ну и время мы можем задавать в стандартной структуре с точностью до микросекунд, разбитое на секунды и микросекунды, так как мы это делаем, например, в getTimeOfDay, в нанослипе, в такой вот структуре, хранящей две компоненты времени. И вот пример функции setItimer. Это системный вызов. Я, например, могу в нем установить параметр вич, например, iTimerVirtual и задать два параметра interval и value, чтобы включить повторение. И тогда, если я задал параметр iTimerVirtual, то я буду регулярно получать сигнал SigVaTaler. Соответственно, у нас есть, ну, как бы, в каком-то смысле iTimer – это SystemFive какой-то такой старый механизм, legacy, что ли, так сказать. POSIX нам предлагает, стандарт POSIX предлагает, соответственно, POSIX-таймеры, которые работают, имеют более мощные такую возможность либо сигнал генерировать, либо какую-то функцию в нити запускать. То есть вы можете посмотреть на документацию. Ну, и кроме того, у нас есть механизм, специфичный для Linux, который позволяет отображать таймеры на файловые дескрипторы. Вот по аналогии, как мы умеем отображать сигналы на файловые дескрипторы. Вот механизм TimerFD, он в результате дает файловый дескриптор. И если мы хотим ждать срабатывания таймера, то мы, например, можем ждать с помощью системного вызова RID до момента, когда у нас таймер сработает. Вот, например, так вот давайте я попробую написать простенькую программу, которая будет использовать именно Linux-овый таймер FD. Собственно, ну, что я могу сделать? SysTimerFD SysTimerFD Можно еще SysTimerFD для других структур UnisTD для RID TimerFD, то есть я создаю файловый дескриптор с помощью системного вызова TimerFDCreate ClockID Это часы, которые я хочу здесь задать, но я буду использовать простые часы реального времени ClockRealTime И флаги, это так, как и во многих системных вызовах создания файлового дескриптора Здесь тот же самый вот non-block, неблокирующий создание, и close on exec Ну, непонятно, зачем нужен non-block для таймер FD Ну, может, там потребуется в дальнейшем, а close on exec, чтобы этот файловый дескриптор не переходил через системный вызов exec Ну, нам тогда эти флаги пока не важны Я получаю файловый дескриптор, с которым могу манипулировать, например, с помощью системного вызова TimerFDSetTime Ну, давайте попробуем задать Файловый дескриптор, который связан с таймером Потом из флагов Так, вот у нас здесь есть флаг, например Очень полезный флаг, который есть у таймер FD, это абсолютное время То есть, по сути, будильник Если я хочу, чтобы мой процесс проснулся в указанное время Например, в начале каждой секунды или в начале каждой минуты Я могу поставить вот это абсолютное время в структуре, которую передаю в таймер FD Ну, и дальше он сработает в это время Так, ну, я пока никаких флагов устанавливать не буду Просто здесь передаю 0 И две, значит, как обычно, опять-таки, в системных вызовах Вот в последний аргумент мне возвращается старое состояние вот этих вот настроек моего таймера Если оно мне не важно, я туда буду передавать нам То есть, вот нам в окон сразу И третьим параметром я пропишу параметры запускаемого таймера Ну, например, так Структура А, вот обратите внимание, что в примере с интервалами, которые все таймер У меня таймер вал, а тут у меня таймер спек Вот всегда, когда у нас возникает время У нас есть время с точностью до микросекунд тайм вал Есть время с точностью до наносекунд тайм спек Они отличаются, собственно, масштабом второго поля Это будет у меня микросекунды или наносекунды Вот здесь вот от меня хотят наносекунды Ну, окей Ну, собственно, мне нужно на миллиарду нажать, получается Ну и по-прежнему IT-интервал, IT-вы То есть я как хочу проинциализировать? Допустим, я хочу срабатывать Трой, точка Хочу, чтобы у меня таймер срабатывал каждые полторы секунды То есть 1 и 500 миллионов После первого срабатывания, которое у меня будет, например, через 3 секунды Эту структуру, задающую параметры таймера, я передаю функцию таймера С этого момента таймер программируется и будет, соответственно, срабатывать раз в указанный пружиток времени Чтобы получить событие таймера, мне достаточно читать с этого файлового дескриптора Ну, то есть, допустим, я сделал так, while1 Read Ну, причем чтение мне возвращает некоторое 64-битное беззнаковое значение Которое, просто счетчик, сколько раз таймер сработал с момента почти последнего чтения Чем этот счетчик полезен? Ну, то есть, если у меня таймер срабатывает слишком быстро и моя программа не успевает его забирать То я в какой-то момент буду получать значение не единичка, а там может быть 2, 3 и так далее Если моя программа не успевает за таймером То есть, я могу здесь сразу понять, что не успеваю Ну, onSight P, допустим И read tfd v size of v Давайте я получу текущее время В тюрьме tfd 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 собираем так у меня лонг винт процент ld видим процент ld нужно форматное преобразование вот мы давайте я и то же самое текущее время напечатаю при старте программы амеры запускаем вот прошло три секунды первоначальных и сработал таймер то есть рид мне вернул вот здесь вот прит мне вернул значение единичка то есть собственно здесь моя программа все время ждет на рите когда таймер сработает мы смотрим примерно точно срабатывание мы видим что ну как-то она примерно происходит раз 500 тысяч микросекунд то есть мы можем в общем то давайте мы время будем друг от друга его вычитать чтобы понять какой точности он у нас срабатывает так запомним время срабатывания то есть т.в. т.в. сек умножаем на миллион плюс т.в. 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 сек и опять таки получаем текущее время допустим самое по этой формуле секунду и вы давайте на распечатаем равенцы между ними процентами и д на ускор и соответственно кур запустим посмотрим как быстро он срабатывает ну смотрите так через три секунды вот чуть больше чем три секунды на на самом деле на почти на две миллисекунды таймер позже сработал и дальше начинается срабатывание примерно вот ну вот мы видим что даже чуть он может срабатывать чуть раньше или чуть позже где-то там в районе очень близком полутора секунды я думаю что здесь наверное проблема в том что у нас чуть-чуть таймера не синхронные ну то есть условно говорят те часы которые в ядре они вот как бы вот там начинает текущего времени и начинает срабатывать просто каждый раз прибавляется полтора срабатывание устанавливается новое время а дальше уже оно там плюс-минус попадает в процесс ну и в целом вот вот так вот идет срабатывание таймера начальное время три секунды и потом интервал в паттав полторы это таймеры я здесь показал как мы можем работать ну с линк специфичным механизмом таймер fd но в принципе мы можем использовать и по секс механизм сета и таймер и либо точнее либо механизм сета и таймер либо по секс таймер таймеры нам в общем требуется тогда когда как я сказал уже процесс так или иначе привязывается к событиям реального мира ну и там чего угодно какая-то игра сетевые взаимодействия почти всегда что еще мы можем использовать для межпроцессного взаимодействия для этого определим понятие семафора семафор это один из классических и на самом деле самых базовых примитивов синхронизации параллельно работающих потоков исполнения его можно ну о нем о семафорах говорят и в терминах параллельно работающих процессов и в терминах параллельно работающих нити то есть неважно там у них общее адресное пространство или разное адресное пространство то понятие семафора все равно, конечно же, есть и активно используется. Семафор был предложен в начале 70-х годов Дейкстерой, голландским ученым. Ну, иногда поэтому его называют семафор Дейкстерой. То есть определение семафора может варьироваться от источника к источнику. Могут накладываться какие-то ограничения, например, на то, сколько мы прибавляем к семафору или максимально допустимое значение семафора. Но в целом вот такое более-менее стандартное определение. Это семафор, который мы можем менять на произвольное значение. Кроме того, семафор, иногда некоторая специфичная форма семафора называется мьютиксом, и специфичная форма семафора называется условно-переменной контваром. То есть семафор – это самое базовое средство синхронизации общего вида, позволяющее и организовывать критические секции в параллельно работающих процессах, и организовывать сигнализацию, доставку сообщений между параллельно работающими процессами. В дальнейшем, когда мы с вами будем говорить уже о нитях, для повышения эффективности, то есть работа с семафорами, там сделано разбиение семафоров на два подтипа, на класс мьютиксов и класс кондваров, каждый имеющий свои ограничения, то, чтобы было более эффективно. Но, тем не менее, базовый семафор определяется следующим образом. В качестве значения семафора рассматриваются некоторые целые значения, мы можем задавать максимально допустимые значения, можем не задавать, там как по-разному может действовать. Главное, чтобы оно было не отрицательное. То есть семафор может принимать значение от нуля и дальше. Семафор, который принимает значение 0 либо 1, это так называемый бинарный семафор, то есть он либо открыт, либо закрыт. И бинарный семафор, в принципе, мы можем рассматривать как самый низкоуровневый в плече синхронизации, это бинарный семафор, уже на основе которого мы можем делать семафор произвольного вида. И чуть позже мы с вами посмотрим, как мы будем с вами реализовать бинарный семафор. Ну а пока мы будем рассматривать семафор общего вида, который принимает значение 0 и больше, и для него определены две операции, которые называются up и down. Каждый имеет параметр wave. Иногда операция up называется unlock, а операция down называется lock. Иногда допустимое значение value равно единице, ну и, соответственно, у нас там не будет параметра, у нас просто будет up и down. Все это модификации одного и того же понятия семафора. То есть понятно, что если у нас есть произвольный булевский семафор, бинарный, точнее, прошу прощения, то мы можем без проблем любую из этих разновидностей реализовать. Операция определяется следующим образом. Очень важно подчеркнуть, что обе эти операции – это марты. Именно в том смысле, в котором мы изначально начали их рассматривать, в отношении произвольных наблюдателей, которые могут исполнять операции down и up и могут смотреть текущее значение семафора. Соответственно, что делает операция down или lock? Она уменьшает значение семафора на value, но только если s больше либо равно value. То есть значение семафора никогда не может стать меньше нуля. Если эту операцию можно выполнить, то есть если мы можем вычесть это значение, то мы это значение вычитаем и, соответственно, процесс продолжает работать дальше. Вот эта вот проверка плюс вычитание выполняется атомарно. Если же этой операции мы сделать не можем, то есть если s меньше value, то вот процесс или нить, которая пытается выполнить операцию down, условно говоря, переносится в список ожидания на этом семафоре s. То есть процесс или нить снимается с выполнения, помечается, что она должна быть разбужена, тогда, когда значение s изменится и приходит в состояние sleeping s. То, что мы знаем. Вот эту операцию я здесь обозначил, условно говоря, такой вот псевдофункции sleep on s. Понятно, что эта функция, в общем-то, требует нас привлечения ядра операционной системы. Если мы не уже в ядре операционной системы, то есть поскольку мы здесь меняем состояние работающего процесса, переносим его в список ожидания, то нам здесь потребуется какой-то, наверное, системный вызов сделать. Все. То есть если мы не можем уменьшить значение семафора, процесс остается внутри операции down, засыпает, и будет находиться внутри операции down до изменения состояния семафора s. Ну, точно так же, как у нас системный вызов read переходит в ожидание, пока что-то там у нас не изменится, например, для pipe, пока, например, там данные не появятся, или пока все записывающие файловые дескрипторы не закроются. Здесь примерно так же. Процесс будет внутри функции down и будет ждать изменения состояния семафора. У нас одновременно несколько процессов или нитей могут спать на одном и том же семафоре. То есть допускается. Это семантика операции down. Операция up или unlock делает обратная вещь. Она прибавляет к значению семафора указанное значение value. Ну, опять-таки, с нюансами, что value может быть все равно или ница, или у нас может быть максимально допустимое значение семафора. Тут нюансы возможны, но это не принципиально. И после прибавления операция up будет все процессы или все нити, которые сейчас спят, на операции down. То есть все нити, которые сейчас ждут изменения состояния семафора, они переносятся в состояние готовых к выполнению. При этом, в силу того, что эта операция тоже атомарная, вообще говоря, только одному процессу или одной нити разбуженной возможно удастся изменить состояние семафора. Допустим, у нас на семафоре ждет, скажем там, три процесса изменения состояния семафора. Каждый из этих процессов хочет уменьшить значение семафора на единицу. Операция up, допустим, прибавляет единицу, то есть было значение 0, стало значение единицы. И все равно будятся все три процесса. И только один из этих трех разбуженных процессов сможет уменьшить семафор на единицу, поскольку это операция проверки уменьшения атомарная. А все остальные два процесса, которые их разбудили, они сразу же обратно заснут. То есть у нас такая базовая семантика предполагает, что если у нас много процессов ждут, то мы делаем какие-то непроизводительные, мы будим все процессы, чтобы почти все из них снова заснули. Понятно, что это можно оптимизировать. Если у нас семафор булевский, бинарный, который принимает значение 0, либо 1, нам достаточно разбудить один процесс, поскольку мы знаем, что операция down или log пытается вычесть единичку, а операция up прибавляет единичку. То есть тут мы можем разной оптимизации делать, но в общем виде, когда каждый процесс может вычитать некоторые произвольные значения, у нас нет другой альтернативы, как будет всех. Ну и какой-то из них один, либо два процесса сумеют вычесть, а остальные процессы уйдут снова в сумму. Семантика семафоров является базовой, на самом деле, для почти что всех более высокоуровневых примитивых синхронизаций, там для мониторов, для очередей сообщений, ну для всего чего угодно. Семафоры, ну или там в виде ньютиксов или кондваров, активнейшим образом используются в ядре операционной системы, для того, чтобы как раз гарантировать корректный доступ к общим структурам данных в ядре из разных нитей, которые у нас в ядре выполняются. Мы об этом будем подробнее говорить в контексте уже нитей. Здесь же, в контексте процессов, мы можем говорить о семафоров для синхронизации параллельно работающих процессов. Ну, например, если параллельно работающий процесс у нас используют общее адресное пространство, полученное с помощью какого-нибудь файла, отображаемого в память с помощью M-MAP, то понятно, что чтобы параллельно работающие процессы могли работать с общей памятью, нам нужно как-то их синхронизовать. Стандартный способ для этого это семафоры на уровне системных вызовов. И у нас здесь есть несколько способов реализации семафоров на уровне системных вызовов. Это такое вот то, что считается legacy System5 IPC. System5, как название операционной системы, когда это появилось, он реализуется с помощью системных вызовов 7GET, 7OP, 7KT, можете посмотреть, но это считается legacy и для использования в общем сейчас не рекомендуется. Он очень тяжелый, не очень эффективный, ну, в общем, не нужно. Хотя, конечно же, в нем есть какие-то свои уникальные фишки, типа групповой операции над семафорами. Есть POSIX семафоры, 7INIT, 7POST, 7WAIT, причем модель POSIX семафоров может быть как именованный, предназначенный для общения между разными процессами, так и анонимный, когда мы семафоры используем внутри одного процесса для разных митий. Есть PITRED, PITRED CONDVAR и PITRED MUDICS, о них мы будем говорить подробнее в свое время. Ну и кроме того, мы можем семафоры моделировать с помощью уже известного нам FIFO или PIPA, ну как, очень просто. Например, мы можем в PIP положить один чар, то есть просто какой-то произвольный чар в PIP записать, и операция READ будет этот чар считывать, а WRITE будет этот чар записывать. И тогда, если мы так посмотрим внимательнее, то READ будет работать как операция DOWN, то есть если PIP пустой, то и READ у нас заблокируется. Если в PIP есть один байт, то READ у нас считает один байт. Ну и мы здесь можем реализовывать считающий семафор легко, то есть просто у нас значение семафора это будет количество байт записанных в PIP. Ну и WRITE это обратная операция, мы просто записываем байты в PIP. Таким образом, те процессы, которые нас ждали на системном выставе READ, они проснутся, и какой-то из них возможно считает там нужный этот байт, и после этого продолжат работать. Вот это вот моделирование семафора с помощью PIP, ну вполне нормальная операция, и она достаточно бывает нам нужна, даже, например, когда мы пишем многонетевое приложение. Но, опять-таки, пайпы использовать для семафоров все-таки слишком жирно. У нас у семафора все-таки семантика, нам не нужны данные, когда мы все-таки пайп, основное назначение пайпа это передача данных, а для семафора нам данные не нужны. Поэтому в том же самом Linux есть более легковесный механизм семафоров на файловых дескриптеров, это eventfd. Вот, да, понятно, что еще очень важно то, что у нас пайп это файловый дескриптер, и eventfd это тоже у нас будет файловый дескриптер, то есть концепция все механизмы взаимодействия, мы с ними работаем через файловые дескриптеры. В отличие от этих двух механизмов, POSIX семафора и System5 IPC нам дают какие-то другие хендлы, которые не являются файловыми дескриптерами. Вот что такое eventfd? Собственно, очень простой механизм, нам не нужно хранить буфер для передачи данных внутри eventfd, нам просто нужно, условно говоря, блокироваться и разблокироваться, то есть либо в рамках слайд-нотификации другим процессом, либо блокироваться в критических секциях. Соответственно, у нас что делает eventfd create? Просто eventfd, прошу прощения. Мы записываем некоторые начальные значения в наш буфер. Буфер для eventfd имеет размер тот же самый 8 байт, который мы уже с вами сталкивались. initVal это будет начальное число, которое мы записываем в этот буфер. Вот тут он unsigned in, то есть первые 4 байта из 8 запишется. Ну, в общем, это не важно. Соответственно, дальше операция read блокируется, если вот это значение равно 0 или его возвращает и сбрасывает его в 0. Ну, то есть у нас есть семантика, вот есть некоторый флаг ifd-семафор, который будет уменьшать значение семафора. а стандартная семантика это бинарный семафор, когда операция read атомарно считывает это значение и сбрасывает его в 0. И операция write добавляет то значение, которое мы передаем и делает его ненулевым. То есть то же самое, по сути, что pipe, но с маленьким буфером, с маленьким 8-байтным буфером. Собственно, ну, можно попробовать написать пример. Мы можем создать два процесса и как-то там они будут по очереди просыпаться. Еще раз повторю, что удобство eventfd здесь в том, что а, это файловый дескриптор и б, он не содержит внутри в памяти ядра 64-килобайтный буфер для данных, поэтому он более эффективный. То есть мы можем более эффективно сигнализировать о наступлении какого-то события другому процессу или другой нити, нежели чем через pipe. Ну, опять-таки каким-то простым замером мы вряд ли получим какую-то разницу в производительности, ну, возможно, для каких-то высокоскорастных приложений это будет важно. Так, как его использовать? Вот, на самом деле, очень похоже. Заголовочный файл c7tfd ну, если мы хотим создавать два процесса, то и если мы хотим, например, организовать ping-pong между этими двумя процессами, то нам понадобится два eventfd, каждый для своего процесса. Ну, так. Точно так же, как мы два пайпа делали, здесь мы будем делать два eventfd. Допустим, вот первый eventfd будет управлять первым процессом, мы его провинциализируем значением 0. Флаги, те же самые стандартные флаги, close-on-exec и non-block, с ними мы уже сталкивались, плюс еще флаг semaphore, который включает семантику считающего семафора. Первый семафор у нас будет открыт, второй семафор у нас будет закрыт, то есть провинциализируем его тенечкой. Ну, и, допустим, мы хотим два сына создать. Так. и каждый бесконечный цикл будет ждать своего семафора. Собственно, что мы делаем? У нас есть unsigned, какой нам тип предлагается использовать здесь? Ну, неважно, мы ждем своего семафора fd1 v сайзов v допустим, печатаем свой pid printf %d и сигнализируем, будем другой процесс. То есть, v присвоим единичку на всякий случай и write fd2 v size of v ну, и аналогично действует второй процесс, только мы меняем местами его семафоры, на которых он ждет. Понятно, что можно написать функцию, которая это все будет делать fd2 и fd2 и fd1 ну, и вот они запускаются и чередуются друг с другом, то есть, вот такой вот вариант ping-pong, который мы уже с вами много раз наблюдали. когда-нибудь оно закончится. И никогда не закончится. Тормозим сейчас немного. так. Бумака я съел всю память. А, ну, понятно, что я сделал, прошу прощения. Моя грубая ошибка здесь. Да. Я отцом не дождался. У меня здесь у отца нет системного вызова wait, поэтому получилось, что я не могу с помощью ctrl-c прерывать эти процессы. Ну, ответ, почему я не могу с помощью ctrl-c прерывать эти процессы. Давайте будет вам в качестве некоторого информации подумать на размышление. То есть, обратите внимание, вот у меня что здесь происходит. У меня здесь отец запускает два сына и сам вываливается. В итоге я с помощью ctrl-c не могу нормально вот эти два процесса завершить. если я здесь добавлю что отец будет ждать завершения своих сыновей обычным wait то у меня все будет очень быстро завершаться с помощью ctrl-c вот ctrl-c и сразу все завершилось. Почему это так я отвечу в следующий раз тогда. Даже через ну в общем тогда когда мы с вами дойдем до терминов. Это пример использования eventfd в принципе вот тут вот я мог eventfd заменить на обычный pipe и использовать собственно два пайпа. Ну это будет более громоздкое и в этом смысле eventfd более чисто концептуально чистый механизм. Таким образом я могу организовывать модели семафоров между параллельно работающими нитями или параллельно работающими процессами. Что я еще могу использовать для обмена информации между процессами? Это очереди сообщений. Когда мы с вами рассматривали пайпы или фифо или сокеты сокстрим типа я говорил о том, что эти все механизмы являются потоковыми. То есть данные, которые передаются по этому механизму представляют собой поток байт. Другими словами, неважно как мы какими порциями мы эти данные записываем в этот механизм они будут считываться такими порциями, которые их читает читатель. То есть несколько последовательных записей может вполне слиться в одно чтение. И сами по себе границы между записями в потоковые механизмы не сохраняются. Вы можете моделировать границы между записями либо с помощью разделителя, либо с помощью предварительной записи длинного сообщения, но это уже будет механизм на уровне вашего приложения, о котором ядро операционной системы ничего не знает. То есть вы можете такой протокол сформулировать, что у вас будут последовательные записи, в начале которых идет длина, либо последовательные записи разделяемых точкой запятой и так далее. Но это уже будет протокол прикладного уровня, а не система. В отличие от потоковых средств взаимодействия, очереди сообщений сохраняют границы сообщений. То есть будет накапливаться именно сообщение, а не буфер из байта. И для очереди сообщений у нас есть два механизма. Это такие вот legacy system5 IPC, то есть не семафоры, а msgget, прошу прощения, сейчас исправлю. И посексные семафоры, которые прошу прощения, у посексной очереди сообщений, которые создаются с помощью mqopen, мы в них пишем с помощью mqsend, и сенд читаем из них с помощью mqresive. Хотя посекс это не говорит официально, но вот тот файловый дескриптор, который, прошу прощения, тот идентификатор открытой очереди, который мы получаем из системного вызова mqopen, он по сути является в линексе, является файловым дескриптором. То есть и вот еще один механизм очереди сообщения тоже на уровне нашего процесса пользовательского, мы к нему имеем доступ как к файловому дескриптору. Давайте посмотрим. Ну вот тут у нас есть системный вызов mqopen, который либо открывает существующую очередь сообщений, либо создает какую-то новую очередь сообщений с помощью соответственно здесь задается имя производная строка, которая у нас будет эту очередь сообщений идентифицировать. Мы можем таким образом между разными процессами передавая между ними идентификатор очереди сообщений и к ним подключаться. И при создании мы можем указывать атрибуты, можем указывать режим создания, точно так же, как мы это все делаем при создании файлов. Флаги создания стандартные, те же которые для файла, дополнительные флаги, те же стандартные для файла, они по сути все здесь есть, помимо того, что non-block и close on exec, которые есть везде, по сути, с очередью сообщений мы можем те же самые флаги открытия, которые у нас есть файлами rd-on, write-only rd-vr, create, excl, trunk, нету. Так. Ну, собственно, вот давайте попробуем такой тоже механизм сделать. У нас будет два процесса, давайте вот так. фцентей h c100h hq h сразу запустим два сына. файл Ну и, например, для начала давайте создадим вот эту вот очередь. В принципе, мы можем ее создать в родители и унаследовать в оба сына. Давайте так попробуем и сделать, чтобы не создавать, не открывать ее в каждом сыне. Тип данных MQD, то есть подчеркивание T, но это по факту я, как я сказал, уже файловый дескриптор. MQ open, открываем файловый дескриптор, ну там, допустим, тест называется. Здесь обязательно нужно слэш вначале писать, ну такая вот особенность. Флаги открытия ocreate, ordvr, права доступа 0600. Нам потребуется указать, собственно, атрибуты. Давайте какие-то зададим, что мы здесь должны задать. А, ну мы даже можем налд передать сюда в качестве третьего аргумента. Давайте его передадим, чтобы создавать с параметрами по умолчанию. И у нас получилось вот такое вот очень сообщение, в которое мы можем записывать с помощью системного вызова MQ send. И считывать с помощью MQ ресивного попробуем здесь в первом процессе. MQ send. Очередь сообщений. Сообщение, которое мы пересылаем. Только здесь нам требуется тип чар-звездочка. Ну давайте тип чар-звездочка перейдем. Возьмем сообщение. И приоритет. Вот обратите внимание, что поскольку у нас теперь границы сообщений при пересылке сохраняются, у нас появилось полезное поле приоритет. Чем выше приоритет, тем больше, условно говоря, у нас сообщения в очереди отсортированы по приоритету. И чем выше я задам, там выше, да? А вот, да. Messages placed in the queue in the decreasing order of priority. То есть чем выше значение priority, я здесь укажу, тем ближе к началу существующей очереди у меня вот это сообщение будет добавлено. Ну вот давайте ради интереса здесь приоритет поставим. Так, это отправка. И прием это будет у нас системный вызов mq-receive. То есть здесь используется не обычный read-write, в силу того, что у нас добавился параметр еще один. mq-receive выглядит следующим образом. Так, давайте. mq-receive очередь сообщений. Куда я хочу считать? Размер моего бухера. Прилетает. Ну давайте процент z2, процент u, процент d напечатаем. То есть z, приоритет и значение. Как-то так. Так, это у меня называется mq. Потребуется преобразовать указатель. rio. Так, и где-то скобочку забыл фигурную. Не сюда. Так, ну и чтобы оно слинковалось, нам нужно линковаться с библиотекой rt. Не знаю, почему так сделано, но вот как-то почему-то вот часть посексных функций работы вынесена в отдельную библиотеку. Ну давайте посмотрим, что у меня происходит, как оно все заработает. Так, вот что-то у меня только получается, что z у меня возвращается как единица. Да, я все время получаю минус единицу и с каким-то кривым значением. Да, почему так? Месячный уголок. Давайте проверим, что у меня здесь все записывается. Так, у меня, значит, сын почему-то получает сообщение message to link. Почему-то потому, что, видимо, вот val оказывается недостаточным, чтобы принять от него сообщение. У меня valint. Я передаю его сообщение размера i и принимаю сообщение того же самого размера. Ну давайте сделаем какой-то буфер. А все равно месячный уголок. Так. А вот у меня есть некоторый. А вот оно что. У меня есть некоторая константа, точнее, меньше которой я не могу делать буфер даже. Ну давайте разберемся. Сделаем mqgetAther. 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 А, мантре. Да, прошу проявление. Итак, mqgetAther. Получим атрибуты и давайте сразу же после создания. Соответственно, у меня будет struct mqgetAther. 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 А, и просто Ather. Работает у нас в поле mqmsgsize. его и будем использовать для локального буфера. Вот, собственно, вот оно заработало. Единственное, последнее, что нам нужно сделать, это распечатывать сообщения. Тогда давайте я сделаю следующим образом. Значит, я сделаю звездочка, int, звездочка, буфер. Вот. Поскольку тут у меня нет нигде явного закрытия очереди сообщения, то у меня получается в бесконечном ожидании. Но посмотрим, как оно работает. Вот обратите внимание, что действительно сообщения передаются порциями. Каждый раз мне возвращается ровно тот размер, который я в этот mq записал. То есть 4. И обратите внимание, что приоритеты тоже работают. То есть у меня в какой-то момент сообщение с приоритетом 1000 прилетело раньше, чем какие-то более низкоприоритетные сообщения. То есть, условно говоря, у меня первый процесс получается, что докидывает сообщения в очередь, по сути, в обратном порядке. То есть я кидаю сообщения с большими приоритетами, и они, получается, каждое следующее сообщение становится вперед моей очереди сообщений. Ну, а поскольку параллельно с закидыванием сообщений в очередь у меня работает выборка сообщений из очереди, ну и получается вот такой эффект, что там как-то они… Вот оно получается не монотонно, как-то там произвольным образом нарастает и бывает. То есть читающий процесс забрал какую-то порцию сообщений из очереди с теми приоритетами, которые там есть по очереди. Записывающий процесс опять все время добавляет начало в очереди, и получается вот такой вот механизм. Вот пример использования очереди сообщений. Мы видим, что здесь у нас есть удобство, что мы можем сдавать приоритеты, и удобство, что у нас сохраняются границы между сообщениями. И вот это вот MQ, вот это вот значение MQ, это тоже файловый дескриптор. Ну, в принципе, давайте мы посмотрим, что это такое. У нас есть мониторинг состояния процессов. Вот у меня здесь, хочу немного процессов, так, у меня 4 процесса, вроде делаю 2, ну окей. Вот у меня есть какой-то файловый дескриптор с номером 3. Он указывает якобы на имя файла, на самом деле это очередь сообщений с названием slash test. Ну, собственно, вот мы видим, что у нас все отразилось в количестве открытых файловых дескрипторов. А 73 у нас что? Тоже тест. А зачем нам вообще этот лишний процесс? Что-то я не очень понял. Возможно, библиотека, это нужно будет посмотреть, что, возможно, в нетрах библиотека использует какой-то еще свой внутренний форк. Давайте проверим, что у нас есть 2 форка. А, ну, еще раз прошу прощения, я неаккуратно сделал. Конечно же, здесь нужно exit 0 написать. Опять-таки, моя вина. Давайте попробуем так. У меня было до этого. У меня сын быстренько генерировал тысячу сообщений, потом проваливался и вываливался из форка и попадал в цикл чтения. То есть это к тому же самому, что обязательно после форка не забывайте поставить там подчеркивание exit, чтобы случайно сын после форка не провалился в тот код, который, в общем-то, ему не предназначен. Так, ну давайте запустим. Вот у меня по-прежнему они немного путаются в показаниях по приоритетам в порядке, в котором они, собственно, отрабатывают. И по процессам теперь, да, у меня, естественно, все правильно, осталось два процесса. Первый сын завершился, остался отец и второй сын. Второй сын, собственно, бесконечно ждет на MQ-ресиве, поскольку MQ открыт в режиме read-write, никто в него не пишет. Ну, такого рода, своего рода дедлог у меня здесь получился. Вот пример очереди сообщений. Так, что еще бывает, уже более линксоспецифичные, тоже, которые отображаются в файловой дескрипторе, и тоже, что можно использовать в разных целях. Линкс нам предлагает механизм наблюдения за изменением состояния файловой системы. Тут целые два механизма, которые первые называются iNotify, он, ну, наверное, видимо, уже более legacy, такой более старый механизм. До iNotify был еще механизм, основанный на сигналах, но это совсем было legacy. Вот сейчас у нас, соответственно, есть механизм iNotify. Он создает, я могу создавать файловый дескриптор с помощью iNotify init, их настраивать, и на файловый дескриптор этот будет поступать сообщение об изменении состояния моей файловой системы. И о каталогах, и о регулярных файлах, что, например, изменилось состояние регулярных файлов, что-то у меня добавилось в каталоге, удалилось и так далее. И более современный про тот же самый механизм iNotify, который просто позволяет больше делать, чем iNotify механизм. Это все примерно про одно и то же, про отслеживание состояния файловой системы. Вот, например, в частности, если вы будете запускать какой-нибудь из Jetbrain-овских тулов, какой-нибудь C-Lion или прочий, он по умолчанию использует механизм iNotify для того, чтобы отслеживать изменения в тех файлах, которые вы редактируете. То есть у вас есть ID, вы можете изменить содержимое файла извне ID, и C-Lion, что вы используете, автоматически увидит эти изменения и подкачает, загрузит их снова в файл. Вот, и дефолтная настройка лимита на iNotify, оно в Linux-те маленькое, и если вы замечали, когда запускаете вот этот Jetbrain-овские тулы, они вас обычно просят увеличить лимит на iNotify в системе, чтобы работать полноценно, чтобы отслеживать все изменения во всех проектах, с которыми вы работаете. То есть вот такой вот механизм, активно используемый для отслеживания изменений в файловой системе. Если его не использовать, то нам придется периодически делать полинг каталогов или изменение состояния файлов, что как-то менее эффективно. А iNotify или faNotify хорош тем, что мы сами получаем ивенты, то есть мы не грузим ни файловую систему, ни процессор, нам система сама присылает ивенты только тогда, когда состояние изменяется. Еще один механизм, основанный на файловых дескрипторах, это механизм memfd, что называется. Для чего он может быть полезен? Это некоторый анонимный файл. Мы можем точно так же его создавать в каталоге TMP или там VAR TMP где-то. Но как бы мы его не создавали в такой вот большой файловой системе, он у нас будет виден другим процессом. Да, мы можем его создать в каталоге, ограничить права на каталог, но тем не менее. Вот memfd нам позволяет создавать реально анонимные файлы. То есть то имя, которое мы здесь ему задаем, это не имя в файловой системе, а какое-то имя, такое вот внутреннее имя внутри, условно говоря, данного процесса. И этот файл memfd, он не будет, вообще говоря, находиться ни на какой файловой системе, он будет находиться, вот то, что называется, когда мы с вами изучали файл, отображаемый в памяти, это будет анонимное отображение. То есть как-то там страницы, необходимые для хранения контента этого файла, будут браться из свопа, из области анонимных страниц. Ну его можно открыть в режиме ORDVR или там ORWriteOnly, потом поменять его режим с помощью FC-MTL и таким образом с ним работать. Это будет файл произвольного доступа, заполнили его, сделали L-Stick на 0 и отдали его, например, на обработку, как уже готовый файловый дескриптор. Хотя бы передали его в другой процесс, другой процесс будет с ним работать, как с некоторым файлом по файловому дескриптору. Вот, но никто другой в работающей системе его не увидит. Просто он будет вот между тем процессом, который ему создал, и тем процессом, кому кто так или иначе унаследовал соответствующий файловый дескриптор. А в частности, одно из, наверное, прикольных, ну, может быть, совсем прикольных, забавных применений MEMFD, мы можем в MEMFD создать исполняемый файл. Можем его создать вручную, с помощью просто ручками создав L-файл, можем откомпилировать его, поместить туда. Вот. И когда мы создали вот этот вот на анонимном MEMFD, когда мы создали вот этот вот исполняемый файл, мы можем его запустить с помощью системного вызова F-exec-V-E. Этот системный вызов тоже Linux-оспецифичный, а нет, даже уже не Linux-оспецифичный. Нам позволяет указывать файловый дескриптор, а не путь к файлу. И он предназначен для решения проблемы race-condition, что мы, в общем, запускаем другой файл, не тот, который мы проверили его существование, проверили его права в момент там какого-нибудь стата или чего-нибудь аналогичного системного вызова. То есть мы можем как делать? Мы можем создать файл, его заполнить так, как мы хотим, и этот файловый дескриптор для исполняемого файла передать в F-exec-V-E. То есть у нас получаются исполняемые файлы, которые вообще никак в файловой системе не отсвечивают. Ну, я думаю, можно прикольно вирусами написать и прочую деятельность вести. Можно будет попробовать. Там вроде его переоткрывать надо, если мы записываем, потому что там должен быть ридонли. F-центелем можно поменять права доступа к файлу. Это бывает такое. Ну, может, нельзя. В общем, по крайней мере, это можно исследовать вопрос. Ну и последнее, о чем я бы хотел сказать, это новый, совсем новый Linux-специфичный механизм, который называется PIDFD. Его завезли в совсем новый Linux, Linux 5.3. Это можно посмотреть, когда он там вышел. Это замена старому механизму, вот то, когда мы с помощью форка получали PID и, например, с помощью вейта ждали вот этот вот нужный нам PID. PIDFD – это тоже файловый дескриптор. Мы можем его получить с помощью, соответственно, PIDFD-opena. Это аналог форка. Даже манна сейчас на него на самом деле нет еще. Если мы его откроем в документации PIDFD-opena. Собственно, его даже в глебсе еще не завезли, совсем все новое. Но как раз этот вот механизм получения PID для процесса призвано решить проблему повторного использования PID. Ну и кроме того, когда у нас есть файловый дескриптор, мы можем для него использовать все те же самые механизмы, которые у нас уже были для файловых дескрипторов, то же самое READ и прочее. В особенности это нам будет удобно, когда мы будем использовать всякие селекты или еполы для ожидания событий на целом множестве файловых дескрипторов. То есть вот совсем новое PIDFD. Ну, я считаю, что тоже очень полезное. То есть концепция такая, что все… Ну, самое главное, что все те объекты, на которых мы можем ждать наступления события, они все для процесса представляются в виде файловых дескрипторов. То есть, как вы видите, от сигналов мы уже отказались, их перевели в файловые дескрипторы, таймеры перевели в файловые дескрипторы, очереди сообщений перевели в файловые дескрипторы, ну и все, по сути, перевели в файловые дескрипторы вообще, в принципе. То есть вот такая вот получается концепция. И у нас из таких заметных средств взаимодействия остались псевдотерминалы. Мы о них уже поговорим в следующий раз. Это достаточно традиционное средство межпроцессного взаимодействия. И оно используется каждый раз, когда мы открываем удаленные сессии Шелла на удаленном компьютере или даже когда мы открываем терминалы в рамках текущей оконной среды. Но об этом тогда уже в следующий раз. Вот то, что я бы хотел сделать. Такой небольшой обзор средств взаимодействия процессов в Linux и в POSIX в целом. Есть ли у вас вопросы? Хорошо. Если вопросов нет, тогда до свидания. Спасибо за внимание. Так. Спасибо. 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 Спасибо.